Добрый вечер, в эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей моей коллегии Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Немцы заинтересовались уральской экологией. В Нижний Тагил приехал Штефан Земкин. Он обеспокоен состоянием окружающей среды в нашем регионе. Чего опасается гость из Европы? Студенты против металлургов соревнуются в умениях. Конкурс профмастерства состоялся сегодня в Горнометаллургическом колледже. Какие навыки показали? Кусочек чукотки в городе. Эскимосов, Тихий океан и яхты подарили тагильские творцы. Открыли выставку художники Дальнего Востока. Откуда знают об этом крае? Металлурги взялись за сачки и отправились на водоемы. Ловят не рыбу, а мусор. Так работники Евросанта и МК решили отметить Всемирный день окружающей среды. Большой ли улов, расскажет Екатерина Липнягова. Женщины шесть человек, значит. Вот Юля покомандует ступеником проекта. Шесть человек будут заниматься посадкой цветов. Сейчас цветы подъедут. Это похоже на штаб боевых действий. Главный враг – мусор. Основное оружие – грабли и перчатки. Расставить работников на позиции у организаторов получается довольно быстро. Армия получилась не очень большая. На субботник Дарья Черепанова вышла не одна. Четырехлетний Леша и по дому большой помощник. Буквально три дня назад красили дверь входную. Так что у нас опыт уже есть. Оттирать краску, так скажем. Поэтому взяли по кисточке, пойдем красить. Собаки у нас как бы гуляют. И все. И действительно всякая гадость валяется. Подбирают. Этот тоже весь чумазый приходит домой. Поэтому мы решили, что нужно помочь. Мешки для мусора расходятся быстрее, чем горячие пирожки. Метлые лопаты сегодня в приоритете. Раздают всем желающим. В битву за чистоту вступили более 60 работников Евразы НТМК. Хорошо, почему бы и нет. На благораживание своего собственного города. Чтобы город был красивым, чистым и опрятным. Участники субботника решили и поиграть в рыбалку. В отдаем закидывали сачки. Богатого улова не получилось. Зато очистили пруд от хлама. Нарады с сандатором и селезням. Также металлурги высадили порядка 800 цветов. Здесь на центральной аллее идет скобка для подготовки к посадке цветов. А также в рамках этого мероприятия проведем дополнительную покраску детских игрового оборудования и игровых комплексов. Руководители акции уверены, когда-нибудь желание жить в чистом городе придет и к тем, кто мусорит. Екатерина Лепнякова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости ТГИЛ-ТВ. Экология Урала беспокоит и немцев. Гость из Германии Штефан Земкин приехал сегодня в Нижний Тагил. Иностранцы беспокоят проект завода по добыче золота под Невьянском. Свои мысли он высказал на конференции, которую в нашем городе решили собрать в честь Дня охраны окружающей среды. Для меня очень важно, чтобы не случилась экологическая катастрофа, которая приведет к беде и оставит нашим правнукам и внукам только зараженную землю. Я решил заниматься этим вопросом, потому что цианид сейчас производится и в Германии. Штефан Земкин свои мысли еще раз выскажет представителям 12 стран, станет участником международного конгресса в Бремене. Он будет толчком, уверен мужчина, к отмене применения цианида в горнодобывающей промышленности. В Нижний Тагил немец сегодня приехал поддержать единомышленников, тех, кто борется за чистоту окружающей среды. Вопросы экологии, вопросы водоемов, лесов и мнения жителей, отдаленности от населенных пунктов, приходится решать эти проблемы самим предпринимателем. То есть мы решили собраться нашими группами инициативными по области, из Полевского, Невьянска, Верхнего Тагила, обменяться информацией по ситуации и, наверное, как-то объединиться. Объединиться не против какого-то чиновника или министерства, а против отношения к нашей природе. Сотрудники ГИБДД бьют тревогу, призывают к осторожности на ЖД переездах. Опасения не случайны. Не так давно мы рассказывали о страшной аварии в районе Леневки. Тогда в столкновении автомобиля с поездом погиб пожилой мужчина. Мы неоднократно по этому переезду пытались РСЦ РЖД решить вопрос о том, чтобы это был охраняемый, регулируемый переезд. Но, к сожалению, до сегодняшнего момента у нас как-то не сдвигаются с мертвой точки. Да, там обустроено, там между путем сделали нормальный. То есть сигнальные столбики стоят, знаки установили благодаря администрации города Нижний Тагил. Но, тем не менее, вопрос как бы не решается в полном объеме. Два года назад транспортная прокуратура направила в суд иск с требованием установить на переезде устройство заграждения и установить дежурство. Он был отклонен. После аварии со смертельным исходом на это решение подана апелляция. Особую тревогу вызывает то, что по этому маршруту движутся автобусы, перевозящие детей в загородные лагеря. Всего в городе 29 необорудованных железнодорожных переездов. К состоянию большинства у ГИБДД есть претензии. Изнасилование на Красном Камне. Накануне насильник напал на 17-летнюю тагильчанку. Девушка возвращалась домой поздним вечером, когда между улиц Красной и Серова на нее набросился мужчина. Преступник зажал несовершеннолетний рот и стащил в овраг. По словам потерпевшей, составлен субъективный портрет насильника. На вид ему лет 37-40, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, загорелый мужчина, темные короткие волосы, карие глаза. Девушке удалось разглядеть на руке обидчика обручальное кольцо, а на спине татуировку. Правда, в деталях рассмотреть ее не смогла. Рисунок был либо в виде крыльев, либо в молнии. Фоторобот преступника вы видите на экране. Если этот мужчина вам знаком, незамедлительно сообщите в дежурную часть по телефону 47-7102. За значимую информацию гарантировано вознаграждение. Большой брат начал наблюдение. Взор камер вновь направил на школьников. Выпускники сегодня сдают ЕГЭ по математике. Это второй обязательный экзамен. Проверят знания не только школьники, но и студенты колледжей, а также выпускники прошлых лет. Всего в Сырловской области для сдачи математики зарегистрировались более 21 тысячи человек. Результаты экзамена выпускники получат 15 июня. Студенты против металлургов борются не за рабочие места, соревнуются в умениях. Сегодня в обновленной электромонтажной мастерской Горно-металлургического колледжа состоялся конкурс профмастерства. Какие навыки показали, расскажет Алексей Алексеев. В конкурсе профессионального мастерства электромонтеров вместе с работниками ЕвразНТМК приняли участие студенты Горно-металлургического колледжа. Соперничество с более опытными коллегами отнюдь не смутило третикурсников. Мы уже собирали схему в том году один раз во время парочки на втором курсе у нас было. И сейчас просто вспоминаем эту схему. И более-менее можно собирать. Теоретическая часть конкурса прошла в Центре подготовки персонала ЕвразНТМК. Практика в электромонтажных мастерских колледжа. Задание – пайка, сборка и монтаж электросхемы. Следует отметить, что специальность техническая эксплуатация и ремонт электромеханического оборудования – одна из самых востребованных в учебном заведении. Специалистов по данному направлению мы готовим традиционно уже на протяжении многих лет. И, как правило, все специалисты у нас трудоустраиваются на ЕвразНТМК. И сегодня это свидетельствует на конкурсе. То есть большая часть конкурсантов конкурса по профессии электромонтер – это наши выпускники. Новое электромонтажное оборудование, установленное в мастерской, приобретено на средства ЕвразНТМК. Оно позволит готовить специалистов, чьи знания будут соответствовать требованиям современного производства. У нас с каждым нашим базовым учебным заведением существует целая программа совместного сотрудничества. Она включает в себе организацию практики, когда ребята проходят практику у нас на рабочих местах, и участие в оборудовании учебных классов, лабораторий, разработке учебных программ, повышение квалификации преподавателей. На предприятии довольны результатами сотрудничества с учебными заведениями и намерены продолжать работу в этом направлении. Алексей Алексеев, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Врачи в пригороде станут миллионерами. Круглую сумму получат медики, приехавшие работать в сельскую местность. По 1 миллиону рублей выплатят 90 свердловским врачам. 16 специалистов уже подали заявки на получение денег. Таким способом в области намерены привлечь кадры для работы в селах. Тагильчане стали обладателями кусочка Чукотки. Эскимосов, Тихий океан и яхты горожанам подарили Владимир Илья Истомины, Валерий Бригаднов. Открыли выставку художники Дальнего Востока. Откуда знают об этом крае, узнала Елена Терехова. Его машина времени выглядит именно так. Картины, обрамленные в рамке, где Тихий океан и самые добрые на свете люди – Чукчи. Я на Чукотке прожил 27 лет. У меня там дети родились. Все лучшие годы прожил там. Кто там побывал, я до сих пор 15 лет уже как вернулся, а душа моя там осталась. Теперь его душа на картинах. Оленеводы, суровая природа, люди, которые ждут корабль с провизией. Восклицая какомей – особое слово жителя Чукотки, которое выражает восторг. Его готов повторять по отношению к Дальнему Востоку. И Валерий Бригаднов прожил там два десятка лет. Я в Владивостоке был капитаном новой польской яхты, Славянка. Мы так ее назвали в честь залива Славянка, которая недалеко от Владивостока. И я освещал ее модель, модель дел, модель и осветил ее в церкви. Чтобы в пути сопутствовал успех, свое любимое дело жизни – парусный буйерный спорт – продолжил воплощать после Дальнего Востока уже с помощью искусства. И сегодня очень отрадно и я безмерно буду благодарен и признательным авторам, что они такой подарок сегодня сделали нам, тыльчанам, жителям нашего города, землякам. В этот действительно особенно удивительный год, когда мы считаем, что в культуре должно быть особое внимание. Но это внимание, оно не может быть на пустом месте, а это именно внимание к творчеству вот таких замечательных людей. Свою выставку они сами называют «ностальгическая». Скучая, собрали свои самые лучшие работы, показали даже наброски. О Дальнем Востоке своим творчеством готовы рассказывать еще целый месяц. Именно столько продлится выставка. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. В Тагиле родился грустный человек. В свет вышел сборник стихов с таким названием «Василия Всепьяна». Автор презентовал его сегодня в музее имени Бондина. Какие произведения вошли в книгу и есть ли лицо у грустного человека. На презентации сборника побывала Дарья Хнычкина. Здесь каждый холмик выжженной земли пытается сказать про неизвестность, в которую десантники ушли. Эти строчки Василий Всепьян посвятил отцу. Во время Великой Отечественной он воевал за освобождение Крыма. После ранения тяжело болел, долго лежал в госпитале. Василий Всепьян годами не виделся с отцом. Мешал о работах, говорит. Плюс расстояние. Я похоронить его не мог. Семь лет не мог съездить. Денег не было. Вот и прочее, прочее. Вот приехал, посмотрел, где он там лежит. В степи. На крымском таком, знаете, кладбище полувоенном. Сколько там могил и все прочее. И вот где-то вот после этого написалось это стихотворение. Вот вся история. Теперь оно в новом сборнике писателя «Грустный человек». Всего в нем около 50 стихотворений. Семья Василия Андреевича поддерживает его литературную деятельность. Выпуском книги занималась дочь Ирина Каренина. Название сборника рассказывает автор. Она выбрала сама. Как я понимаю, как ее редактор-составитель, она создала вот такой образ. Она сделала это ключевым стихотворением. И название такое сделала. И в итоге, так сказать, все стихи, они как-то вот идут таким образом. И эту метафору раскрывают. «Грустный человек» – уже 13-я книга писателя. В сборник вошли стихотворения разных периодов жизни Авсипьяна. Начиная с 80-х годов. У каждого произведения говорит своя история. «И все, что я пишу, это построено на моем болевом пороге. Это неравнодушие, это традиция, это сохранение каких-то наших основных вещей, нашей истинной правды, православия и так далее». На презентации сборника только ценители творчества Авсипьяна. Для многих он любимый писатель. «Он умеет все это подать. Так интересно. Которые люди относятся, что даже если не с интересного, он может сделать интересное. Их мало таких людей. Но Василий Андреевич обладает этим даром». Дарья Ахничкина, Александр Штрау, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Олимпийские игры вернулись. На этот раз в Нижний Тагил. В качестве спортсменов только самые маленькие. За первенство боролись ребята детских садов Тагил-Стройского района. Какие испытания подготовили для малышей и как с ними справились, расскажет Дарья Ахничкина. Сегодня она ведет парад Олимпиады. Ирина – чемпионка России по легкой атлетике. Недавно вернулась из Венгрии. Участвовала в чемпионате мира. На Олимпийских играх довелось быть только в 98-м, но в качестве зрителя. Зато теперь зажигает Олимпийский огонь на летних детских играх. У нас будет намного больше спортсменов. Они будут более здоровыми, чем, например, в более возрастном возрасте, когда ребенок уже второй, третий класс. Их очень сложно приучить. А именно с детского садика надо прививать им любовь к спорту. Летняя детская Олимпиада, как настоящая, все правила соблюдены. И факел, и символы, и этапы. Всего их четыре. Бег на 100 и 30 метров, метание мячей, прыжки в длину. В качестве дополнительного состязания семейная эстафета и футбол. Игры у нас зародились давно, лет 12 или 15 тому назад, но к 80-летию Тагилстроевского района мы решили эту традицию возобновить и возродить. В прошлом году мы ее попробовали, у нас заявилось 27 садиков, в этот раз уже 36 садиков у нас участвует. Итого 400 юных спортсменов в возрасте 6-7 лет. Целый месяц ребят готовили к Олимпиаде. Команде, говорят воспитатели, только самые ловкие. Я хочу быть спортсменом, люблю играть в футбол и люблю прыгать. Я не верю, я хочу быть так. В будущем я хочу быть футболистом, а я еще и метаю. В завершении Олимпиады победители получили награды настоящих спортсменов, медали и подарки от администрации Тагилстроевского района. Дарья Ахничкина, Александр Штраух, Анатолий Тютин, Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Мне остается лишь напомнить, делайте новости вместе с нами. Оставляйте сообщение по электронному адресу www.gildefistv.ru или звоните по телефону 4195-51. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем приза. Сертификата на 5000 рублей в ресторан сербской кухни «Сербский Кувар». Далее вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Алексей Алексеев. Всего доброго и до встречи. Рубрику представляет компания «Сенегорье». На Лисий горе прошел первый этап открытых соревнований по горному бегу. Протяженность трассы, проложенной по склону городской достопримечательности, составила 800 метров. Перепад высот – 100 метров. В состязаниях могли принять участие все желающие. На старт вышли более 80 человек. Много участвовало спортсменов из других видов спорта. То есть помимо бега – это лыжники, велосипедисты, ориентировщики, туристы, там все желающие. Кто активно ведет образ жизни спортивный. Всем желаю приобщаться, то есть разнообразить свою спортивную жизнь. Лучшее время у женщин показала любовь Новгородцева. У мужчин – Евгений Марков. Осенью организаторы планируют провести еще два этапа горного бега. Они пройдут в Горбуново и на Голом Камне. Центр адаптивного спорта подвел итоги первого года деятельности. Детско-юношескую спортивную школу, открывшуюся в апреле прошлого года, сегодня посещают более 200 детей с ограниченными возможностями. 15 тренеров-преподавателей проводят занятия по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, баскетболу, художественной гимнастике и другим видам спорта. Одно из направлений работы – танцы в инвалидных колясках. Занятие для детей с ограниченными возможностями очень важно, потому что это единственное, наверное, чем человек не может себя как-то сравнять, наверное, со всеми здоровыми детьми. Я надеюсь, что это деткам поможет именно занятие спортом для преодоления каких-то своих трудностей по жизни. И думаю, что они добьются всех успехов не только в спорте, но и в жизни. Многократная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова передала на развитие центра 200 тысяч рублей. Поддержку пообещали представители городской администрации и Думы. Лучшим спортсменам, победителям городских, областных, всероссийских и международных соревнований вручили грамоты. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская». Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин